Уважаемые члены диссертационного совета, приветствую всех на нашем заседании диссертационного совета. В нашем созданном диссертационном совете сегодня будут проходить первые защиты. На повестку дня сегодня выносится защита диссертации Наборного Стаса Викторовича на тему «Платформенное развитие экономики и совместного потребления, теоретические подходы регулирования, на соискание ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 5.2.1. Экономическая теория». Научный руководитель Симченко Наталья Александровна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления персоналом, кафедрой экономической теории Крымского федерального университета имени Вернадского. Согласно пункту 23 положения в Совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, подтвержденного приказом Наборного науки номер 1093.10.11.2017 года, преседатель диссертационного совета не может председательствовать на заседании диссервета при рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, у которого он является научным руководителем. В связи с этим председательствовать на данном заседании по защите диссертации Наборного Стаса Викторовича будет заместитель председателя совета, доктор экономических наук, профессор Апатова Наталья Владимировна. Наталья Владимировна, передаю вам слово. Спасибо, Наталья Александровна. На заседании диссертационного совета из 13 членов присутствует 12 человек. Из них 6 докторов наук по специальности 5.2.1 экономическая теория. Есть предложение на основании явочного листа считать заседание правомощным согласно пункту 29 положение о присуждении ученых степеней и обеспеченным специалистами по профилю, рассматриваемой в диссертации. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Спасибо. Кто против? Нет. Кто воздержался? Принято единогласно. Объявляется защита диссертации Нагорного Стаса Викторовича на тему «Платформенное развитие экономики совместного потребления. Теоретические подходы и регулирование». На соискальной ученой степени кандидаты экономических наук по научной специальности 5.2.1 экономическая теория. Официальные оппоненты. Арламов Андрей Викторович, доктор экономических наук, профессор. Профессор кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли. Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Сапиуллин Ленарь Наилевич, доктор экономических наук, профессор. Заместитель директора по научной деятельности Института управления экономики и финансов. Казанский Приголский федеральный университет. Ведущая организация. Федеральное государственное бюджетно-образовательное учреждение высшего образования. Новосибирский государственный университет экономики и управления. Слово для доклада о содержании имеющихся в деле соискателя материалов предоставляется ученому-секретарю Совета кандидату экономических наук доценту Ленскому Дмитрию Викторовичу. Добрый день. Наглодный Сас Викторович, 21 марта 1987 года рождения. Окончил в 2009 году Крымский экономический институт государственного высшего учебного заведения. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Геттмара. Квалификация магистр по международной экономике. Диплом КР36-82-69-47. В 2019 году был зачислен в аспирантуру Крымского федерального университета имени Вернадского по направлению подготовки 380601 экономика, специалист экономической теории. В настоящее время успешно завершает обучение в аспирантуру института экономик и управления Крымского федерального университета имени Вернадского. Есть соответствующая справка обучения 14.03.2023 года. Сдача кандидатских экзаменов, государственного экзамена по специальности, защита научной и квалификационной работы осуществлены с оценкой отличных. С ноября 2022 года по настоящее время проходит муниципальную службу в администрации Симферопольского района Республики Крым. В должности начальника отдела вопросом размещения нестационарных торговых объектов управления экономического развития. Диссертация выполнена на кафедре экономической теории Крымского федерального университета имени Вернадского. В диссертационном совете по соискателю и наборному Стасу Викторовичу имеются следующие документы. Заявление соискателя и ученой степени от 27.03.2023 года. Протверждение разрешения на сайте организации полного текста диссертации от 27.03.2023 года. Заверенная копия диплома о высшем образовании Крымского экономического института государственного высшего учебного заведения Киевский национальный и теоретический учебный университет на квалификацию магистр по международной экономике Диплом КР 36.82.69.47.30.2026.2009 года. Документы, подтверждающие сдачу кандидатских экзаменов. Справка об обучении от 14.03.2023 года с указанием сдачи истории и философии науки от 4.06.2020 года с оценкой «Отлично». Иностранного языка, коим является английский от 21.01.2021 года с оценкой «Отлично». Специальная дисциплина это 5.2.1 экономическая теория от 8.02.2023 года с оценкой «Отлично». Также имеются диссертации и рукописи автор реферата диссертации. Положительное заключение Крымского федерального университета имени Вернадского 23.03.2023 года. Подсыпь научного руководителя, доктора экономических, профессора Симченко Натальи Александровны. Список публикаций, справки о внедрении и использовании результатов исследования. В том числе Министерством экономического развития Республики Крым. Справка о внедрении от 6.03.2023 года. Министерством внутренней политики информации связи Республики Крым. Справка о внедрении от 9.03.2023 года. И Крымского федерального университета имени Вернадского. Справка о воспользовании результатов от 6.03.2023 года. Отзыв ведущей организации. Это Новосибирский государственный университет экономики и управления. 8 отзывов на автореферат диссертации. Отзывы официальных оппонентов. Все отзывы своевременно размещены на сайте Крымского федерального университета имени Вернадского. Документы имеются в наличии. Соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 18, положение присуждения ученой степени утвержденного постановления правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 года, номер 842. Пункт 29. Положение о совете по защите диссертации на соискании ученой степени кандидата, на соискании ученой степени доктора, утвержденного пригласом Миноборнауки РФ от 10 мая 2017 года, номер 10.93. Будут ли вопросы к ученому секретарю? Нет. Вопросов нет. Слово для изложения основных результатов исследования предоставляется соискателю, наборному Стасу Викторовичу. Пожалуйста. Уважаемый председательствующий, члены совета, присутствующие, позвольте представить вашему вниманию доклад статей диссертации «Платформенное развитие экономики и ценностного поведения, теоретические подходы и регулирование». На соискании ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 5.2.1 «Экономическая теория». Научный руководитель, доктор экономических наук, профессор Симченко Наталья Александровна. Актуальность темы исследования определена тем, что трансформация экономических отношений в цифровой экономике обуславливает смещение экономических интересов экономических агентов к совместному потреблению благ на основе цифровых сервисов с использованием цифровых платформ. Целью диссертационной работы является разработка теоретических подходов к платформенному развитию и регулированию экономики совместного потребления. Научная гипотеза заключается в предположении, что платформенное развитие экономики совместного потребления влияет на устойчивое развитие экономики. Действия и проявление влияния имеют так позитивный эффект воздействия, так и ограничиваются, что в значительной степени обуславливается влиянием экономических и социальных институтов формального и неформального типа на процессы обеспечения устойчивого развития экономики. Идем к первому положению научной гипотезы и силы межащиты. Разработан теоретический подход к платформенному развитию экономики совместного потребления, заключающийся в развитии платформенных взаимодействий системы экономических отношений, в обеспечении социально ориентированного устойчивого развития экономики на платформенно-технологической основе в условиях цифровой трансформации рынков, товаров и услуг. Определена взаимообусловленность экономических отношений в серии совместного потребления и цифровизации через призм интегративности и противоречивости, что позволило выделить как позитивные эффекты воздействия экономики совместного потребления на устойчивое экономическое развитие страны, так и эффекты, сдерживающие экономическое развитие в целом. На слайде представлено содержание теоретического подхода к оформленному развитию экономики совместного потребления. Генезис экономики совместного потребления берет свое начало с формированием и развития идеи об информационном обществе. Развитие информационного общества неотъемлемым образом связано с идеями концепции ноосферы. В работе исследована взаимоусловленность экономических отношений в сфере совместного потребления и цифроизации через призму интегративности и противоречивости. Проведенные исследования позволили выделить ключевые особенности развития экономики совместного потребления, влияющие на устойчивое экономическое развитие, а именно новые экономические выгоды и социальные взаимосвязи для широких слоев населения, стимулирование развития и внедрения социальных и технологических инноваций, рост объемов потребления и другие. Далее указаны эффекты, ограничивающие потенциал развития экономики совместного потребления. Мы приотносим к ним рост киберопасности и киберпреступности на сетевых платформах экосистем, рост социальной поляризации вследствие ограниченного доступа к вкладам глобализации, рост цифрового неравенства среди групп населения страны и другие. Сформулированные в диссертации позитивные эффекты и противоречия в развитии экономики совместного потребления обуславливают важность поиска и обоснования направлений социально ориентированного, устойчивого развития экономики на платформе на технологической основе. Второе положение новизны. Обоснована системная роль института в платформенном развитии регулирования экономики совместного потребления, как совокупности норм и правил, социальных взаимодействий, механизмов регулирования через призму выделения сущностного содержания функций регулирования и содержания свойств института. Определены свойства института, формирующие потенциал регулирующего воздействия на платформенное развитие экономики совместного потребления. Выгодно положение о том, что институциональное регулирование платформ должно осуществляться плавансировано, не ограничивая потенциал развития конкуренции в слабо прогнозируемой внешней среде. Исследуя процессы платформенного развития экономики совместного потребления, подчеркнем, что формальные институты должны регулировать прежде всего отношения национальной безопасности, вероисповедания, экстремизма, предотвращения киберугроз, сетевых угроз детскому и юношескому поколению, молодежи. Что же касается и керамических отношений производства, распределения, отмены и потребления материальных, нематериальных и цифровых влаг, то здесь важна роль института доверия в саморегулировании деятельности платформ в различных экосистемах. Далее на слайде приведены компаративные характеристики базовых экономических институтов, собственности, рынка, конкуренции, института экономической власти. Системная роль института в платформенном развитии экономики системного потребления заключается в регулировании социально ответственных взаимодействий экономических агентов-участников платформенной сети. Проведенные теоретические исследования подтвердили нашу гипотезу относительно особой значимости институционального регулирования процессов деятельности платформ в обеспечении устойчивого экономического развития. На слайде приведены свойства институтов, формирующие потенциал регулирующего воздействия на платформенное развитие экономики совместного потребления. Перейдем к третьему положению нарезны. Выявлены систематизированные тенденции развития экономики совместного потребления в России под влиянием развития цифровых технологий, отражающие масштабирование интерактивного взаимодействия, многопользовательский режим и специализацию платформенных взаимодействий, что позволило обосновать закономерности влияния экономики на процессы совместного потребления по секторам экономики. Определены преимущества платформизации экономических отношений, которые формируют эффект масштаба агрегированных данных, используют специализацию разделения труда, повышая отдачу и ценность применяемых ресурсов. За период с 2017 по 2021 год в стране затраты на развитие цифровой экономики ежегодно увеличиваются. Доля ВВП остается в пределах 3,6-3,8%. Анализ использования цифровых платформ в российских организациях по отдельным видам экономической деятельности показал, что в 2021 году наибольшее значение были в финансовом секторе, 36,3%, и в секторе высшего образования, 35,6%. Эти показатели в два раза превысили средний российский уровень. За ними следует торговая деятельность, 33%, а также информация и связь. Далее представлена динамика развития онлайн-платформ в России. Доля организаций, использующих цифровые платформы по субъектам Федерации России в 21,2% от общего числа организаций. А также доля динамика роста объема транзакций онлайн-сервисов совместного потребления в России. Кроме того, представлена динамика транзакций по секторам экономики совместного потребления. Проведенные исследования показывают, что рынок совместной экономики в России обладает потенциалом комплексного развития. И перспективными выступают такие направления. Расширение сфер деятельности, фуд-шеринг, шеринг зарядных устройств, аренды средств индивидуальной мобильности. Расширение сфер деятельности, фуд-шеринг, включение новых сегментов отраслей, таких как экологический транспорт, направление совместного финансирования, совместное питание, здоровье, сбережение и другие. А также активизация предпринимательского сегмента, применение B2B-шеринга, шеринг-фургонов, пульм, многооборотные тары и другие практики совместного потребления от зарубежных стран. Перейдем к четвертому положению новизны. Обоснованы направления государственного регулирования платформенного развития экономики совместного потребления, включающие нормативное регулирование деятельности платформы, стандартизацию, регулирование налогообложения функционирования платформ, контроль качества товаров и услуг, обеспечение безопасности платформ. Показано значение институциональной среды регулирования платформенных отношений экономических агентов в процессе принятия ими решений на основе структурно-институционального регулирования экономических отношений, вертикальной координации, на ряду с саморегулированием деятельности платформ. Это позволило доказать, что регулирование платформ должно осуществляться сбалансировано, не ограничивая потенциал развития конкуренции между экономическими агентами в слабо прогнозированной внешней среде. На слайде представлена взаимосвязь ценностей и интереса факторов платформенного взаимодействия, основанная на важной роли государства, выполняющего и функции нормативно-правового регулятора, и поставщика, и пользователя платформы. Государство должно устанавливать социально значимые цели, которые доминируют над экономическими интересами экономических агентов и домохозяйств. Далее приведет к осуществлению государственного регулирования платформенного развития экономики совместного потребления. Нормативное регулирование деятельности платформ в стандартизациях. Нормативное регулирование деятельности платформ является важнейшей составляющей экономической политики государства в селе развития экономики совместного потребления. Стандартизация относится к числу профессионистских мер государства, направленных на обеспечение конкурентоспособности развития экономики на качественной технологической основе. Государственное регулированное налогообложение функционирования платформы. Механизмы налогообложения экономических агентов, связанных с деятельностью платформ, занимают важное место в вопросах государственного регулирования информационно-технологической отрасли. Доминирующим подходом к платформенному развитию экономики совместного потребления является протекционистко-стимулирующий подход, направленный на поддержку платформенного развития экономики. К наиболее распространенным методам государственной поддержки относят налоговые льготы, льготы по страховым взносам, субсидии на постоплаты труда, контроль качества товаров и услуг. Вступая в коммерческие платформенные отношения, пользователь платформы сталкивается с риском неполучения или недополучения в полной мере ожидаемых плат, что может быть связано как с киберфизическими проблемами функционирования платформы, ее слабой кибербезопасностью, так и с низким уровнем социальной ответственности поставщика. В процессе социальных взаимодействий поставщика услуг, пользователя платформы и, собственно, самой платформы, значительно возрастает роль платформенного доверия между всеми заинтересованными сторонами. Безопасность платформы. Безопасность основывается на трех условиях, которые выступают альтернативами к потребительскому поведению. К ним относятся доступность, целостность и конфиденциальность. В основе потребительского выбора одного из условий обеспечения безопасности лежит проблема компромисса, так и экономический агент делает выбор либо в пользу удобства пользовательной платформой, либо в пользу безопасности своих персональных данных, данных фирмы или других массивов больших данных. Исследования подтверждают тезис относительно того, что регулирование платформ должно осуществляться сбалансированно, не ограничивая потенциал развития конкуренции между экономическими агентами в слабо прогнозируемой внешней среде. Здесь важно действие Института доверия в обеспечении саморегулирования деятельности платформы. Пятое положение научной новизны. Разработан концептуальный подход к обеспечению действенности Института доверия в платформенном развитии экономики совместного потребления, опирающейся на совокупность системообразующих компонентов генерирования и укрепления доверия в экономике совместного потребления, таких как безопасность данных платформ-систем, удобство платформенного взаимодействия, формирование цен на товары и услуги, культурно-ментальные стереотипы пользователей платформ в процессе социального взаимодействия. Сформулированные в диссертации положение обеспечения действенности Института доверия позволили обогатить категориальный и концептуальный аппарат экономической науки в части привнесения авторского вклада в обеспечение стимулирования социально-ответственного взаимодействия экономических агентств цифровой экономики. Под платформенным доверием в работе предложено понимать форму доверия, проявляющуюся в ожидании авторов относительно того, что институты, органы власти, фирмы, платформы, домохозяйства и организационные формы цифровой экономики позволят обеспечить безопасность социальных взаимодействий авторов с последующим превращением их экономических и социальных валют. В диссертации выделено три уровня доверия. Доверие на уровне государства, доверие на уровне фирмы-сервисов, доверие на уровне индивидов и домохозяйств. Сформулированы следующие положения концептуального подхода к обеспечению действенности Института доверия. Институт доверия в экономике совместного потребления формируется под воздействием системы образующих компонент генерирования доверия в экономике совместного потребления, таких как безопасность данных платформ-систем, удобство платформенного взаимодействия, формирование цен на товарные услуги, культурно-ментальные стереотипы пользователей платформ в процессе социальных взаимодействий. Институт доверия стимулирует мотивацию пользователей платформ в порядочности, прозрачности и ответственности в ходе социальных взаимодействий пользователей платформ, поставщиков и собственно самих платформ. Повышение мотивации участников к платформенным взаимодействиям является важным проявлением экономических интересов. Мы рассматриваем мотивацию участников к социально-ответственному поведению важнейшим условием обеспечения действиями с института доверия. Повышение мотивации акторов и рост экономических интересов к социально-ответственным взаимодействиям на платформах является предпосылкой преодоления фортуристического поведения со стороны экономических агентов, что приводит к росту их экономической активности. Рост экономической активности участников платформ положительно влияет на рост транзакций на основе повышения эффективности социальных взаимодействий в обеспечении монетизации прямых и перекрестных сетевых экстернаций. Действенность Института доверия в платформенном развитии экономики и совместного потребления обеспечивается в том числе на основе социально ответственного взаимодействия акторов. Нами выделены такие системы, образующие компоненты генерирования доверия, как безопасность данных платформ-систем, формирование ценных товаров и услуги, удобство платформенного взаимодействия, а также культурно-ментальные стереотипы пользователей. Указанные компоненты доверия при их неэффективном использовании могут выступать в качестве институциональных ловушек. Таким образом, принципиально важным направлением реализации государственной политики России в обеспечении экономического и технологического суверенитета является формирование институциональной среды нового качества, которое бы стимулировало экономических агентов к технологическому прогрессу, к социально ответственным взаимодействиям между ними. Успешная реализация направлений плодформенного развития экономики совместного подпределения на основе институционального регулирования процессов плодформизации позволит выработать эффективную экономическую политику по обеспечению устойчивого социально ориентированного развития экономики на новой технологической основе, что создаст условия для обеспечения мирового технологического лидерства России. Благодарю за внимание. Спасибо. Переходим к вопросам. Прежде чем прозвучать вопросы, я уточню. У вас, уважаемый свистатель Стас Викторович, как вы хотите получать вопросы? В устной или в письменной форме? В устной. Хорошо. Вы будете отвечать на них по совокупности или на каждый вопрос отдельно? Если можно, на каждый вопрос отдельно. Пожалуйста, тогда переходим к вопросу. Пожалуйста, вопрос задает профессор Кирилл Чунг Детана Петровна. Уважаемый Стас Викторович, исходя из темы нашей диссертационной работы платформы на развитие экономики совместного потребления, теоретические подходы и регулирования, исходя из вашего доклада также, уточните, пожалуйста, какие вы выделяете подходы к пониманию сущности экономики совместного потребления? Это первый вопрос. И тогда, как вы определились? Второй вопрос я тебе тоже задам. Благодарю за вопрос. В научной литературе традиционно выделяют такие подходы к определению экономики совместного потребления. Прошу прощения. Платформенного развития. Это пользовательский подход, социально-этичный подход и экономический подход. Вы всех отразили в своей работе, либо вы касались преимущественно, может быть, какого-то из данных подходов, отдали ему предпочтения, развивая в своей работе? Благодарю за вопрос. Мы рассматривали все вопросы, все подходы, но особое внимание остановили на пользовательском подходе. Он, в первую очередь, непосредственно связан с развитием института доверия. Спасибо. Хорошо это было уточнение. И второй мой вопрос. Вы неоднократно в работе и в докладе говорите о цифровизации экономических отношений. Скажите, пожалуйста, что именно вы вкладываете в это понятие, в понятие цифровизации экономических отношений? Благодарю за вопрос. В классическом понимании экономической науки экономические отношения – это объединенно складывающиеся отношения между акторами в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ. В платформенном развитии весь этот процесс сопряжен с использованием цифровых технологий и платформенного взаимодействия. Вот в этом и различие. Что применение цифровых технологий ускоряет в некоторых направлениях развитие данного процесса. Углубляет цифровизацию, в том числе. Я спрашивала, и вы ответили. Хорошо, спасибо за ответы. Пожалуйста, вопрос задает профессор Всевокова, Светлана Юрьевна. Спасибо, Наталья Владимировна. У меня к вам тоже два вопроса. Первый вопрос касается положения научной новой жизни, а именно последнее, отраженное вами в автореферате. Поясните, пожалуйста, Стас Викторович, сущность разработанного вами концептуального подхода к обеспечению действенности Института доверия и платформенном развитии экономики совместного потребления. Пятый пункт научной новой жизни у вас отражен на шестой странице автореферата. Разработан концептуальный подход, то есть ваш авторский подход. Поясните, пожалуйста, именно сущность такого подхода. Вот это за вопрос. Сущность концептуального подхода к обеспечению действенности Института доверия в платформенном развитии экономики совместного потребления заключается в следующем. Институт доверия в экономике совместного потребления формируется под воздействием системообразующих компонентов генерирования и укрепления доверия в экономике совместного потребления. То есть это безопасный данный платформ-систем, который я называл удобство платформного взаимодействия, формирование цен на товары и услуги, культурная ментальность и эти по пользователю. Институт доверия в свою очередь стимулирует мотивацию пользователей в прозрачности, порядочности и ответственности в процессе социальных взаимодействий. Повышение мотивации авторов и рост экономических интересов к социально-ответственным взаимодействиям на платформах является предпосылкой преодоления опортунистического проведения со стороны экономических агентов, что приводит к росту их экономической эффективности. Но рост экономической эффективности участников платформы влияет на рост транзакций на основе повышения сетевых экстреналей, прямых и перекресток. В общем, проявление доверия, на наш взгляд, будет способствовать еще более ускоренному развитию платформенных взаимоотношений в экономике. Благодарю. И второй вопрос. На странице 7 автореферата, среди теоретической значимости результатов исследования, Вы указываете, что развивали положение определенных теорий и среди прочих, в том числе, институциональной теории. Поясните, пожалуйста, в какой части Вы развили институциональную теорию в рамках своей диссертации? Благодарю за вопрос. Значимость свойств институтов заключается в том, что формируется потенциал регулирующего воздействия. В рамках нашей работы мы проверили работу по формированию. Развитие положения институциональной теории заключается в обосновании системной эволюции институтов в платформенном развитии и регулировании экономики совместного потребления, которые заключаются в регулировании социально ответственных взаимодействий экономических агентов, поставщиков, пользователей платформы и, собственно, самих платформ. В свою очередь, это связано с изменчивостью свойств институтов, формирующих потенциал регулирующего воздействия на платформенное развитие экономики совместного потребления. Спасибо. Пожалуйста, есть еще? Пожалуйста, вопрос задает профессор Тимир Калеева. Рена Ринатовна. Благодарю, Наталья Владимировна. Ставт Викторович, вот сейчас идет становление цифровой экономики, платформенной экономики, экономики совместного потребления. Вы стоите у истоков, что называется. И одно из понятий – это понятие экосистемы. Можете сказать, что лично вы вкладываете в данное понятие? Спасибо. Благодарю за вопрос. В нашей работе под понятием экосистемы понимается совокупность фирмы платформ, функционирующих с применением цифровой технологии и цифровых платформ, и функционирующих в высококонкурентной среде. Пожалуйста, еще вопросы. Задела Михаила Наборин, профессор, пожалуйста. Стас Викторович. Вы рассматриваете очень интересную тему. И, конечно, сегодня ждите, что будет много вопросов. Но тема действительно сегодня очень актуальная. И мне бы хотелось, чтобы вы ответили на первый вопрос. У меня их два. В чем вы видите значимость свойств институтов, которые вы выделяли в процессе платформенного развития для совместного потребления? Это первый вопрос. Можно отвечать? Да, конечно. Благодарю за вопрос. Значимость свойств институтов заключается в том, что они формируют потенциал регулирующего воздействия на платформенное развитие экономики совместного потребления, а также выступают предпосылкой для определения направлений государственной экономической политики. К свойствам институтов, формирующих потенциал регулирующего воздействия, в нашей работе мы относим следующие институты. Такие как нормативность, социитальность, платформенность, изменчивость, экономичность, ну и устойчивость. Спасибо. А вот на странице 17, автор и гераком, у меня возник еще один вопрос. В чем заключаются институциональные ловушки и почему они иногда бывают неэффективными? Благодарю за вопрос. Как уже было сказано на раннем докладе, развитие экономики совместного потребления несет ряд положительных моментов. Однако эти же положительные моменты имеют и обратную сторону, которые могут выступать в качестве институциональных ловушек. Проще объяснить на примере. Значит, развитие совместного потребления подразумевает увеличение количества используемых, находящихся в неиспользовании ресурсов, но при этом снижает рост чистого производства, а также способно привести к затруднению или к уменьшению развития ресурсосберегающих... Сейчас, прошу прощения. Нанести ущерб другим понятиям не менее важной экономики, как сокращение необходимой рабочей силы для применения цифровых технологий, сокращение количества производимой продукции, ну и... Как результат этих действий возможно сокращение уровня жизни населения, которые в данной структуре экономики не найдут своего места в дальнейшем. То есть будет присутствовать необходимость приобретения новых квалификаций профессий, чтобы оставаться в этой будущей экономической системе. То есть я правильно поняла, что это затрагивает все слои, не только производства, но и населения, домохозяйства, допустим, там. Да? Да, все равно. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Вопрос задает Гердер Юрий Борисович, доктор технического професа. Спасибо, Ильич. Скажите, пожалуйста, вот продолжение вопроса. Коллеги, я хочу спросить, вы сказали о свойствах институтов, да? А вот еще, подчеркнуть, пожалуйста, что это за экономические и социальные институты в районе сопротивления нами? Какие? Благодарю за вопрос. Какие свойства принимались нами в работе? В нами в работе принимались, во-первых, свойства институтов можно разделить на несколько категорий, такие как технические, нормативно-правовые, социально-экономические. Вот социальные свойства, которые имеют непосредственное значение, это плотность населения, развитие... Прошу прощения, наверное, пошел в несколько сторон. Свойства институтов, которые указаны в нашей работе, к ним относятся институт рынка, институт собственности, институт экономической власти и институт конференции. Спасибо, понятно. У меня еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, часто встречается в вашей работе в докладе такое понятие, как устойчивое развитие экономики. Подскажите, каким критерием вы характеризовали бы вот эту самоустойчивость? Или, может быть, несколькими критериями, которые характеризуют либо развитие устойчивого, либо неустойчивого? Благодарю за вопрос. По нашему мнению, устойчивому развитию экономики способствуют появлению так называемых сетевых эффектов. Это понятие появилось в шифровой экономике и связано с таким термином, как точка критической массы. Что под этим подразумевается? Под сетевыми эффектами принимаются эффекты, при которых ценность товара для одного из пользователей зависит от числа других потребителей данного товара. Рост экономической активности платформ в свою очередь положительно влияет на рост транзакций на основе повышения эффективности социальных взаимодействий и обеспечения монетизации при мысках или крестных сетевых экстернальных. Если наблюдается рост и снижение транзакционных взаимодействий, то мы можем говорить о положительном эффекте, который влияет на развитие экономики средств на предприятии. Тогда еще одно вопрос такого графа. Продолжение. Практическая значимость работы. Могли бы Вы сказать, что как рекомендации Ваши предприятиям какие-то предложения конкретно по повышению устойчивости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, хорошо. Там есть действительно ответы, немножко разбираться. Да, они были, в общем-то, сказали. Хорошо. Спасибо. Жене Пасмановна, да? Нет. Нет. Татьяна Анатольевна. А, Татьяна Анатольевна. Пожалуйста. Вопрос задает Макарина Татьяна Анатольевна. Доктор губернических профессоров. Спасибо. Уважаемый Стас Викторович, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, что Вы понимаете под платформенным развитием экономики и совместного потребления? И второй вопрос уже после ответа. Благодарю за вопрос. В нашей работе под платформенным развитием, точнее, прошу прощения, наш вклад в платформенное развитие основан на четырех концепциях их развития. Концепции ноосферы, информационного общества, концепции экосистемы платформизации. Которые в совокупности отражают этапность интеллектуализации экономических отношений. Предложен теоретический подход к платформенному развитию экономики совместного потребления. Заключающийся в развитии платформенных взаимодействий системы экономических отношений в обеспечении социально ориентированного устойчивого развития экономики на платформенная технологическая основа в условиях цифровой трансформации рынков в товарах и услугах. То есть совокупность выше названных концепций. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, какие факторы влияют на экономику совместного потребления? Благодарю за вопрос. Факторы, влияющие на экономику совместного потребления, можно разделить на технологические, политико-правовые, экономические, социальные. Следует также особо выделить факторы, имеющие отношение к росту экономики, такие как плотность населения, устойчивое развитие образ жизни и тенденции среди молодожи. Особым фактором, по нашему мнению, мы должны выделить фактор доверия. Без него невозможно функционирование всей предложенной цифровой экономики. Пожалуйста, вопрос задает Адаманова Зенея Басмановна, доктор экономических новых профессий. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Стас Викторович, в продолжении вопроса, Татьяна Анатольевна. Какие институты Вы можете в дальнейшем отнести к институтам доверия? Благодарю за вопрос. Что это будет за организации, которые будут формировать этот принцип доверия? Благодарю за вопрос. Институт доверия возможен при формировании института ответственности. Наверное, как одним из основных и начальных этапов формирования. Который будет и стимулировать, как раз таки повышать доверие. И институт ответственности будет способствовать развитию институтов, направленных на обеспечение безопасности данных, личных данных, данных фирмы, каких-то финансовых данных о деятельности компании или пользователя, а также поставщика платформы. Спасибо. Пожалуйста, вопрос задает доктор экономический директор Буркальцева Диана Дмитриевна. Уважаемый господин Александр Дмитриевич. У меня тоже два вопроса были. Какими нормативно-правными документами регулируется развитие цифровой экономики в России? Благодарю за вопрос. Развитие цифровой экономики в России регулируется довольно широким перечным нормативно-правовых документов. Но, если позволите, остановлюсь лишь на некоторых из них. Основным является, на наш взгляд, указ Президента Российской Федерации о стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на период с 2017 по 2030 годы. Кроме того, важное значение уделено закону Российской Федерации об информации, хранении информации и защите информации. Помимо этого, существует программа правительства Российской Федерации, которая называется «Цифровая экономика Российской Федерации». А также указ Президента Российской Федерации о национальных целях развития информационного общества в Российской Федерации. Ну и я с других семей. Ещё вопрос. Диссертанция. Вы указываете на возникновение сетевых эффектов в экономике совместного подтверждения. Что ещё на углу подразумевает это сетевые эффекты? Благодарю за вопрос. Я уже, видимо, ответил на него в предыдущем ответе. Под сетевыми эффектами поднимается ситуация в экономике, когда ценность товара и услуги для определённого пользователя возрастает в зависимости от количества других пользователей, которые уже пользуются данным товаром или услугой. Ну и для платформ фирм, которые предлагают какие-то товары и услуги, существует опять же определённый момент, когда число пользователей превышает необходимую отметку и привлечение новых пользователей к пользованию их товаром является уже безубыточным в современных платформах. Спасибо. Спасибо, Наталья Владимировна. Стас Михайлович, наверное, мы уже замучили Вас вопросами, но Вы первый, который идёт у Вас по списку, завещается. И Вам больше всего, конечно, попало. У меня будут два вопроса по институтам регулирования экономики и самостоятельного потребления. Ну, я просто хотел бы вначале немножко, как у Вас, как молодого исследователя, вести в курс дела. Значит, вот в своём время, когда мы учились, да, была одна экономика, она называлась «Народное хозяйство». Там были отраслевые экономики. Там Тарлов и Тарлов. Потом наступили лихие девяностые, производство отменили, отраслевые экономики отменили, и стали… То есть вот эта экономика – это экономика потребления. Экономика кого-то, там, цифровая экономика, экономика совместного потребления. И вот в этом плане возникает такой вот вопрос. Ну, первый вопрос. Какие базовые институты регулировали экономики? Вы упоминаете свои диссертации, то есть я имею в виду связь с народным хозяйством, и какова роль в форме развития экономики совместного потребления вот этих институтов, базовых институтов? Спасибо за вопрос. Базовые экономические институты регулировали экономики совместного потребления. В нашей работе выделяются институт собственности, конкуренции, рынка и экономической власти. Они, институты в платформенном развитии экономики совместного потребления, выполняют следующую роль. Регулируют экономику, выступают в качестве норм и правил социальных взаимодействий, а также выступают в качестве механизмов регулирования и содержания свойств институтов. Рассматриваем институты не только как нормы и правила регулирования, но и как механизмы обеспечения действенности норм и правил на основе социально-ответственного взаимодействия всех заинтересованных сторон. Считаем, что в основу обеспечения безопасности данных цифровой экономики должна быть заложена взаимная интегративность обеспечения института доверия. Определяющее значение в обеспечении безопасности на индивидуальном уровне отводится уровню цифровой грамотности населения. Это важная вещь. Спасибо. Ну и я задам еще вопросы. Что вы понимаете под понятием цифровая платформа в вашей работе? Благодарю за вопрос. В нашей существует довольно большое количество определений цифровой платформы. В нашей работе мы предлагаем следующее. Цифровая платформа – это организационная форма, которой может выступать фирма. Цифровая платформа – это совокупность фирм и сервисов, функционирующих и создающих возможность для распределения, товаров между заинтересованными сторонами. Ну вот в программе цифровая экономика Российской Федерации там четко дается определение, с чем оно связано. Оно немножко отличается от вашего взгляда. Цифровая платформа – это… Ну не надо наизусть, ну просто идея какая, что там подразливается в этой программе. Она же как бы положила начало всему движению цифровой экономики. Цифровая платформа – это… Ну так, просто сказать, что это такое. Если это не совсем организационная структура, а все-таки больше технологическая, так что это будет тогда с точки зрения технологий? Какие сейчас у нас самые технологии развиваются? Ну цифровая платформа – это основанная на использовании искусственного интеллекта площадка, предлагающая… Ну хорошо, ладно. Если вообще, ну говоря, программа для компьютера, прежде всего, которая может иметь все разные сложные формы, так, надо сказать. Ну там, для этого, довольно сложно, что и не… Хорошо. Ну и последний такой вопрос. Какова доля экономики совместного потребления в экономике России? Можете вы ответить? Благодарю за вопрос. Попробую ответить на него максимально кратко. Значит, по данным Росгосстата, в 2022 году ВВП России составил 153,4 триллиона рублей. Из них на услуги приходится 6,5 триллионов рублей. А на долю совместной экономики по итогам 2022 года, по данным РБК, приходится примерно 1,2-1,3 триллиона рублей. Что говорит о том, что если считать от общей доли ВВП Российской Федерации, то доля совместного потребления составляет примерно 0,8%. А если сравнивать с количеством розничных услуг, то эта доля уже доходит до 17%. Хорошо, спасибо. Есть еще у членов совета и присутствующие дополнительные вопросы? Хватит. Вопросов больше нет. Слово предоставляется научному руководителю Симченко Наталье Александровне, доктор экономических наук, профессору, заведующий кафедрой управления персоналом, кафедрой экономической теории Крымского федерального университета имени Ивановна Ивановича Вернадского. Благодарю Наталье Владимировне, уважаемые коллеги, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые присутствующие. Хочу отметить, что мы своевременно предоставлен диссертационный совет, отзыв научного руководителя на диссертационную работу наборного спроса Викторовича. Хочу отметить, что Стас Викторович в этом году, несколько дней назад, уже закончил аспирантуру, в которой он отучался 4 года, по направлению подготовки 38-го учреждения экономика, специальность 5.1 экономическая теория. Все эти 4 года он выполнял и свои определенные обязательства как аспирант в образовательной части, ну и, конечно же, научной исследовательской части. Хочу отметить, что данная тема, которая была формулирована нами еще 4 года назад, она, естественно, не потеряла своей актуальности, она приобрела новые формы, новые форматы своего развития, и сегодня те положения научной новизны, которые вынесены Стасом Викторовичем за счет диссертации, они действительно достаточно актуальны и отражают тот вектор цифрового развития в обеспечении технологического суверенитета нашего государства. С точки зрения личных качеств хочу отметить, что Стас Викторович на протяжении всего периода обучения в аспирантуре и до этого в экономической магистратуре проявил себя как достаточно ответственный, дисциплинированный молодой исследователь, а старативно для него скромностью. Но эти результаты, которые он сегодня показал, получены им исключительно самостоятельно, и все они отражены в 17 научных публикациях. Уважаемые коллеги, я прошу поддержать диссертацию Нагорного Стаса Викторовича по специальности 5-2-1 экономической теории. Я как научный руководитель также поддерживаю сильную ее положительную. Благодарю за внимание. Спасибо, Наталья Александровна. Слово для облашения заключения организации ГИРФ, выполненной с работой с отдержанием отзывом предыдущей организации отзывов, присланных на авторитерарх диссертаций, предоставляется ученым-секретарю, кандидату экономистическому доценту Ленскому Виктору Викторовичу. Спасибо, Наталья Александровна. В заключении организации, где выполнялась работа из Крымского федерального университета Ильини Вернадского, дается характеристика соискателя диссертационной работы личного вклада соискателя научной новизны, публикация автора. Диссертационная работа платформы на развитие экономики совместного потребления и теоретические подходы регулирования Нагорного Стаса Викторовича является самостоятельное выполнение научно-квалификационной работы, обладающей внутренними единствами, содержащей новые научные результаты, в том числе разработаны теоретические подходы к платформенному развитию экономики совместного потребления. Основные положения диссертации, содержащие элементы научной новизны, заключаются в следующем. Первое. Разработан теоретический подход к платформенному развитию экономики совместного потребления, заключающийся в развитии платформенных взаимодействий, в системе экономических отношений, в обеспечении социально-ориентированного устойчивого развития экономики на платформенной технологической основе в условиях цифровой трансформации рынков, товаров и услуг. Определена взаимобусловленность экономических отношений в сфере совместного потребления и цифровизации через призыв интегративности и противоречивости, что позволило обучить как позитивные эффекты воздействия экономики совместного потребления на устойчивое экономическое развитие страны, так и институциональные ловушки, сдерживающие экономическое развитие в целом. Второе. Обоснована системная роль института в платформенном развития и регулирования экономики совместного потребления, а самокупности норм и правил социальных взаимодействий механизмов регулирования. Возвращаемся на положение о том, что институциональное регулирование платформ должно опираться на целостность в совокупности формальных и непормальных институтов, действия которых опосред Sterne экономики и совместного потребления, определены закономерности влияния развития цифровой экономики и преимущества под сформизацией экономических отношений совместного потребления, которые формируют эффект масштаба агрегированных данных, используя специализацию разделения труда, повышая отдачу и ценность применяемых ресурсов. Обоснованные направления государственного регулирования, платформенного развития экономики, совместного потребления, требующие институционального регулирования, но при этом не ограничивающие потенциальные возможности и выгоды развития платформ для социально ориентированного и устойчивого развития экономики. Нормативное регулирование деятельности платформ, стандартизация, регулирование налогообложения, функционирование платформ, контроль качества товаров, обеспечение безопасности платформ. 5. Разработан процессуальный подход к обеспечению действенности Института доверия в платформенном развитии экономики совместного потребления, опирающейся на совокупность системообразующих компонентов генерирования и укрепления доверия в экономике совместного потребления на основе стимулирования социально-ответственного взаимодействия пользователей, поставщиков и платформ. Заключение принято в заседании кафедры экономической теории, кафедры экономики предприятия, кафедры управления персоналом Института экономики и управления Крымского Федерального Университета имени Вернадского 22-го акта 2023 года. Протокол номер 7. Подписано председательствующим на заседании заведующим кафедры экономики предприятия Института экономики и управления доктором экономических ног профессором Светланой Петровной Киричук, утвержденного проректором по научной деятельности Крымского Федерального Университета имени Вернадского, Кубышкиным Анатолием Владимировичем 23 марта 2023 года. Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетно-образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный университет экономики и управления город Новосибирск. В своем положительном отзоре, подписанном исполняющим обязанность заведующей кафедры экономической теории, кандидатом исторических ног, доцентом Ковну Творкой Игоревны, профессором кафедры экономической теории, доктором экономических ног, профессором Руде Людмилой Юрьевны, указала, что диссертация набора Остаса Викторовича «Платформенная развитие экономики совместного потребления и теоретические подходы регулирования» представляет собой самостоятельную завершенную научную работу, выполненную актуальную тему, в результате которой имеют научную новизну. Возле ведается характеристика работы и публикации автора. Диссертационные исследования соответствуют критериям пункта 9, положения присужденных ученых степеней, прежденного постановления правительства Российской Федерации номер 842 до 4 по 7 сентября 2013 года. Автор работы Нагорный Тасс Викторович заслуживает присуждение ученых степеней кандидата экономических ног. В целом, диссертационные исследования выполнены на достаточно серьезном теоретическом, методологическом и аналитическом уровне, в полной мере раскрывают решения поставленных в диссертации задач, содержат доказательные элементы научной новизны и обоснованной выводой. В то же время, обратим внимание на ряд замечаний и рекомендаций авторов. В ответ на замечания профессора кафедры экономической теории Новосибирской государственной университет экономики и управления, доктора экономических ног, профессора Руде Людмилы Юрьевны добавим следующее. 1. Следует более четко обозначить свою позицию по отношению к представленным подходам в другим точкам зрения. Например, на странице 22.23 таблицы 1.2 выделены подходы к пониманию сущности совместного употребления, сущностному содержанию проекта и совместного употребления, но без их критического анализа. И поэтому непонятно, в чем автор видит недостатки каждого, что его не устраивает, и он расширяет спектр этих подходов. То же касается представленных определений цифровой платформы, страница 44.46. На странице 95 дается ссылка на авторам определяющих направления развития экономики и совместного употребления в России, также без критического анализа и собственного мнения. 2. Таблица 1.1, страница 17. Названа генезис концепции интеллектуализации экономических отношений в развитии экономики и совместного употребления. А в тексте речь идет об основополагающих этапах генезиса концепции, страница 16. Однако, выделение этапов предполагает усыновление временной границы выделения и критерий. На странице 49 речь идет об этапах институционального регулирования развития цифровой экономики. А таблица 1.5 называется норма регулирования развития цифровой экономики в России, страница 43.50. Здесь тоже необходимо уточнить, о каких этапах идет речь. Видимо, о двух. Об информационном обществе и цифровой трансформации. Нечетко обозначены критерии выделения этапов изменений с использованием IT-систем и применением цифровых платформ. Таблица 2.10, страница 84.80. Третье. Автор полагает, что экономика совместного употребления, как сегмент цифровой экономики, обуславляет трансформацию в системе экономических отношений, меняя ценности в технологии взаимодействия экономических агентов. И представляет схему трансформации моделей потребительских ценностей в цифровые ценности. Рисунок 1.2, страница 27. Однако не поясняют, какие именно цифровые ценности и почему важны для развития экономики совместного употребления. Четвертое. В параграфе 1.3 диссертации выдвинуто положение о том, что институциональное регулирование платформ опирается на целостную санку с формальных и неформальных институтов. Делается подробный обзор действий формальных институтов, в том числе экономических. Однако неформальным институтам удивлено недостаточное внимание. Пятое. Отражая качественные изменения процесса взаимодействия в рамках цифровых платформ, совместного употребления, автор определил содержание социально-экономических эффектов по уровню проявления, таблица 2.1, страница 8.8. Чем обусловлено выделение разных уровней получения эффекта от реализации моделей совместного употребления цифровых платформ. Шестое. Направление государственного регулирования, платформенного развития, экономики совместного употребления, нормативно регулирования деятельности платформ предлагается в дополнительной стандартизации, страница 121-122. Не вызывает ли такая мера введения ограничений из-за несоответствия стандарта умений к действию по снижению активности операций совместного употребления активов пользователей. Представленные замечания не влияют на высокую оценку диссертационной работы и не ставят под сомнение научную революцию результатов изъедов. На диссертацию авторифера поступили положительные отзывы, в которых подчеркивается актуальность, высокий научный уровень, практическая значимость результата диссертационного исследования. Первый. Московский государственный университет имени Ломоносова, город Москва. Профессор в кафедре политической экономии, доктор экономических наук, профессор Молчанов Игорь Николаевич указывает на такое замечание. Так желательно было бы в полной мере открыть авторскую позицию относительно содержания экономики совместного употребления в основе анализа этапов геннеза концепции интеллектуализации экономических отношений, в развитии экономики совместного употребления. Второе. Санкт-Петербургский государственный университет, город Санкт-Петербург, исполняющий обязанности заведующего кафедры экономической теории истории и экономической мысли, кандидат экономических музыкантов Протасов Александр Юрьевич указывает на такое замечание. В тексте автореператора не приводит за содержательное описание социально ответственного взаимодействия акторов, хотя именно этот целевой аспект должен авторам в исследовании связи системообразующих компонент генерированных укрепления доверия в экономике совместного употребления. Третье. Российский экономический университет имени Приханлова, город Москва. Профессор капитал экономической теории, доктор экономических наук, профессор Чередниченко, Лариса Геннадьева указывает на такое замечание. На рисунке два автореператора представлена связь системообразующих компонентов генерированных укрепления доверия в экономике совместного потребления. В то же время следовало бы уделить внимание раскрытию мер относительно мотивации экономических агентов к социально ответственному взаимодействию. Четвертое. Уральский государственный экономический университет, город Екатерина. Заведующая кафедрой экономической теории и прикладной социологии, доктор экономической наук Рахмеева Елена Игоревна указывает на такое замечание. Так, обосновывая теоретическую значимость результатов исследования, соискатель указывает в том числе на развитие положений институциональной теории и их дальнейшем использовании в концептуальном обосновании платформенном развитии экономики совместного потребления. В то же время во втореперате целесообразно было бы уточнить, какие положения институциональной теории получились в развитии институциональной теории. Пятое. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Чернышевского, город Саратов. Профессор кафедры экономической теории и национальной экономики, доктор экономических наук, профессор Красинников, Олег Юрьевич указывает на такое замечание. Не нашли в должном отражении во втореперате, на наш взгляд, особенности саморегулирования деятельности платформ, платформы на развитие экономики совместного потребления. Шестое. Дагестанский государственный университет, город Махачкала. Заведующий кафедрой политической экономики, кандидат экономических наук, доцент Аскеров Низами Сапикдинович указывает на такое замечание. Следует обратить внимание на недостаточное раскрытие на горнице Саратов Викторовича во втореперате аспектов генерирования стилы и эффектов в экономике совместного потребления при раскрытии положения теоретического подхода к подпроводному развитию экономики совместного потребления. Седьмое. Хабаровский государственный университет экономики и права, город Хабаров. Заведующий кафедрой экономической теории и таможенного дела, доктор экономических наук, доцент Гасанов Эйваз Али Агглы указывает на такое замечание. Вместе с тем, хотелось бы убить в автореперате диссертации об основании необходимости выработки адекватной и гибкой национальной регуляторной политики в отношении деятельности цифровых платформ и формирования соответствующих инициациональных исследований. Восьмое. Национальный и исследовательский Нижнегородский государственный университет имени Лобачевского, город Нижний Новгород. Заведующий кафедрой экономической теории и методологии, доктор коммуниститут, профессор Золотов Александр Владимирович указывает на такое замечание. В то же время отметим, что содержание автореперата не совсем понятно, какие подходы используются для регулирования воздействия именно ограничивающих партнеров на развитие экономики совместного потребления. Слово для ответа на замечания, высказанные в отзыве ведущей организации и отзывах, присланных на автореперат, предоставляется соискателю, наборному статусу Викторовичу. Пожалуйста. В ответ на замечания, представленные в отзыве ведущей организации, относительно того, что следует более четко обозначить свою позицию по отношению к представленным подходам, выделенным точкам зрения, например, на странице 22.23 таблицы 1.2, выделены подходы к пониманию сущности совместного потребления и сущностному содержанию экономики совместного потребления, но без их критического анализа. Ответим следующее. Что автор полагает, что экономика совместного потребления как сегмент цифровой экономики обуславливает трансформации в системе экономических отношений, меняя ценности и технологии взаимодействия экономических агентов и представляет схему трансформации моделей потребительских ценностей в цифровые ценности. Рисунок 2.1 в странице 27. Однако не поясняет, какие именно цифровые ценности и почему важны для развития экономики совместного потребления. Отметим следующее. Информационное развитие общества меняет его ценностный аналитик. Меняется культура потребления в обществе. Основная идея заключается в решении социальных проблем с помощью интеграции цифровой среды и физического пространства и как результат улучшения качества жизни человека. Инновации в таком обществе удобны и безопасны. Они делают жизнь людей комфортной и полноценной. Согласно стратегии общества 5.0, передовые технологии, проникноваясь во все сферы жизни, должны привести к появлению новых форм и видов бизнеса и тем самым экономическому подъему страны в целом и росту качества жизни каждого человека в отделе. В ответ на замечание ведущей организации относительно того, что в параграфе 1.3 диссертации выдвинуто положение о том, что институциональное регулирование платформ опирается на целостную совокупность формальных и неформальных институтов, делается подробнее обзор действий формальных институтов, в том числе экономических институтов. Однако неформальным институтам удивлено недостаточное внимание. Ответим следующее. Если институты в целом определяют модели поведения отдельных групп экономических агентов или индивидов, то неформальные, в свою очередь, характеризуют поведенческие паттерны в случае отсутствия их формального закрепления. Вместе с тем, наличие институциональных пустот становится причиной формирования новых моделей поведения, имеющих в своей сути неформальные институты. В дальнейших наших исследованиях нами будет удивлено больше внимания неформальным институтам регулирования платформ. В ответ на замечания ведущей организации относительно того, что отражает качественные изменения в процессе взаимодействия в рамках социальных и цифровых платформ. В том числе совместного потребления автор определил содержание социально-экономических эффектов по уровню проявления, таблица 2.11, страница 88, чем обусловило выделение разных уровней получения эффекта от реализации моделей совместного потребления на цифровых платформах. Отметим следующее. Выделение разных уровней получения эффекта от реализации моделей совместного потребления на цифровых платформах, по нашему мнению, связано с тем, что совместная экономика объединяет деятельность по получению доступа к товарным и услугам, предоставлению или совместному их использованию, координируемых с помощью онлайн-сервисов, позволяет отдельным лицам и группам зарабатывать деньги на недоиспользование их активов. Пользователь, поставщик и платформа взаимозависимые элементы одной системы, которые в свою очередь преследуют разные цели. В ответ на замечание ведущей организации относительно того, что в направлении государственного регулирования платформы на развитие экономики совместного потребления, нормативное регулирование деятельности платформы предлагают дополнить стандартизации страницы 126-122, Не выходит ли такая мера введения ограничений из-за несоответствия стандартам и иных действий на снижение активности операции по совместному подтверждению активов пользователей? Отметим следующее. По нашему мнению, стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции, экономии всех видов ресурсов, обеспечивает охрану интересов потребителей и защиту окружающей среды. Она соответствует инновационному процессу с его начальных стадий, делая его управляемым, а также внедрение инновационного продукта в производство. Недостаточное число стандартов в новых сферах деятельности и заведениях обновления существующих затрудняют реагирование на инновации, ускорение их доступа на внутренние и глобальные рынки. Со всеми остальными замечаниями мы согласны и обязательно их учтем в нашей дальнейшей научно-исследовательской деятельности. Замечания по авторитарам. В ответ на замечания профессора политической экономии Московского государственного университета имени Ломоносова, доктора экономических наук, профессора Молчанова Игоря Николаевича, относительно того, что желательно бы в полной мере раскрыть авторскую прозипцию относительно содержания экономики совместного потребления на основе анализа этапов генезиса концепции интеллектуализации экономических отношений в развитии экономики совместного потребления, отметим следующее. В научной литературе традиционно выделяют такие подходы к пониманию сущности совместного потребления. Пользовательский подход, социально-этичный подход, экономический подход. В процессе развития экономики совместного потребления осуществляется трансформация классических бизнес-моделей B2C, моделей C2C и B2C. Поднимая вопрос о рассмотрении экономики совместного потребления как предтеча обеспечения устойчивого развития экономики в целом, важным является и изучение ориентиров трансформации модель B2B. В нашей работе исследование экономических отношений в экономике совместного потребления предложено осуществить через призму анализа трансформации идеи развития информационного общества, активизации, конкуренции, платформы, конкуренции, экосистем. В ответ на замечание исполненшего обязанности заведующего кафедрой экономической теории истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного университета кандидата экономических наук доцентов Протасова Александра Юрьевича относительно того, что в тесте автореферата не приводится в содержательное описание социально ответственного взаимодействия акторов, хотя именно этот целевой аспект заложен авторам в исследовании связи системообразующих компонентов генерирования и укрепления доверия в экономике совместного потребления, отметим следующее. Социально ответственное взаимодействие способствует укрытию института доверия. Повышение мотивации акторов и рост их экономических интересов с социально ответственным взаимодействием является предпосылкой при обновлении аппаратистического поведения со стороны экономических агентов, что приводит к росту их экономической активности за счет сетевых соответствий, взаимодействия и устойчивого экономического развития в целом. В ответ на замечание профессора кафедры экономической теории и национальной экономики Саратовского национального исследовательского государственного института имени Черношевского доктора экономических наук, профессора Красильникова Олега Южевича относительно того, что не нашли должного отражения в автодеферате на наш взгляд особенности саморегулирования деятельности платформ в платформенном развитии экономически совместного потребления отметим следующее. В развитии экономических отношений относительно производства распределения дневных потреблений материальных и цифровых благ вложена роль института доверия в саморегулировании деятельности платформ в различных экосистемах. Саморегулирование деятельности платформ нами представляется как горизонтальная сетевая координация наряду с важностью структурно-институционального регулирования платформенных экономических отношений по принципу вертикальной координации. В ответ на замечание заведующего кафедрой политической экономии Регистанского государственного университета, кандидата экономических наук, доцент Аскерова Низами Дандитовича, относительно того, что следует обратить внимание на недостаточное раскрытие в автореферате аспекта генерирования сетевых эффектов экономики совместного потребления при раскрытии положения теоретического топора к платформенному развитию экономики совместного потребления, отметим следующее. Под сетевым эффектом экономики понимается эффект, при котором ценность товара или услуги для одного пользователя зависит от числа других потребителей данного товара или услуги. Сетевой эффект становится значительным после того, как достигается определенное число пользователей продукта или услуг, называемое критической массой. В этой точке ценность, получаемая от использования продукта или услуги, больше или равна заплаченной цене. Поскольку ценность определяется числом пользователей, после достижения критической массы при увеличении клиентов становится намного более простой задачей. Новые пользователи будут воспринимать ценность услуги или товара больше, чем его цена, из-за положительной сетевых экспортных. Ключевой задачей для хозяйствующих субъектов на рынке с наличием сетевых эффектов является привлечение пользователей для достижения их критической массы. В ответ на замечание заведующего кафедрой экономических дворей таможенного дела Краваровского государственного университета экономики и права доктора экономических наук профессора Гасанова Айваса Льявы относительно того, что хотелось бы увидеть в автореферате диссертации об основании необходимости выработки изекватной дикой национальной регуляторной политики в отношении деятельности цифровых платформ и формирования соответствующей институциональной среде отметим следующее. Цифровые рынки в России находятся на начальной стадии развития, при этом они быстро растут и изменяются. Существует риск, что жесткая регулированная деятельность экосистемы платформ может привести к деоптимизации развития цифровых рынков и улучшению качества сервисов для пользователей. В России уже существуют активно развивающиеся перспективные нитровые платформы, особенно в сфере электронной коммерции, которые могут составить конкуренцию ведущей мировой игрокам. Создание преференции или исключительного положения для одного или нескольких дизирующих игроков поставит неравные условия развития десятки перспективных цифровых компаний из электронной коммерции, а также всех контрагентов российских предпринимателей, пользующихся такими сервисами. Регулирование национальных экосистем и цифровых платформ не должно противоречить базовым принципам конкуренции и создавать искусственные преференции отдельным национальным игрокам, уже занимающим индивидущее положение, против других менее крупных российских платформ. По нашему мнению, более эффективно на текущем этапе отдать приоритет инструментам мягкого права, тем более, что саморегулирование в сфере информационной технологии показало себя эффективно. Цифровые компании влияют и применяют принципы взаимодействия участников цифровых электров, разработанные ФАС России, а также стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров, разработанных инфромтором России. В ответ на замечание заведующего кафедра экономической теории и методологии Национального исследовательского Нижегородского государственного университета Индия Лобачевского доктора экономических наук профессора Золотова Александра Владимировича относительно того, что из содержания автора Феррата не совсем понятно, какие подходы используются для регулирования воздействия именно ограничивающих факторов на развитие экономики совместного потребления, этим следующее. В нашей работе выделены факторы, ограничивающие устойчивое развитие экономики. Рост киберопасности и киберприсутности на сетях платформных экосистем, рост социальной поляризации вследствие ограниченного доступа к благам глобализации, рост цифрового неравенства среди групп населения страны, комбинирование ценности сверхупредления в обществе посредством платформизации и доступа к ограниченным ресурсам облака, манипулирование потребительскими предпочтениями через все же удовлетворения, растущие потребностями, мимой гонки за минимизацию социального и цифрового неравенства и другие. По нашему мнению, необходимо государственное регулирование развития экономики совместного потребления, по таким направлениям, как нормативное регулирование деятельности платформ, обеспечение безопасности платформ, стандартизация, контроль качества товаров и услуг. В дальнейших наших исследованиях мы уделим больше внимания данному вопросу. Со всеми другими замечаниями уважаемых ученых мы согласны и обязательно их учтем в нашей дальнейшей научно-кедагогической деятельности. Спасибо, Стас Михайлович. Слово для обложения отзыва официального оппонента Харламова Андрея Викторовича, доктора экономических наук профессора, профессора кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета, предоставляется ученому-секретарю Линскому Дмитрию Викторовичу. Харламов Андрей Викторович отсутствует по уважительной причине. Спасибо, Антония Владимировна. Отзыв официального оппонента, доктора экономических наук профессора, профессора кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета на диссертационную работу на гордом Астаса Викторовича на тему платформенное развитие экономики совместного потребления и теоретические подходы регулирования, представленные на соискании ученой степени кандидата экономических групп по специальности 5.2.1 экономической теории. Актуальность темы диссертационного исследования. Цифровизация экономических отношений обуславливает актуализацию проблем выбора хозяйствующим субъектам способов потребления благ с применением цифровых технологий платформного взаимодействия. Эффективность использования ресурсов в цифровой экономике предопределяет важность исследования подходов регулирования процессов совместного потребления в условиях нарастания рисков утраты устойчивости экономических систем в условиях роста цифрового социального неравистия. Цифровые платформы, с одной стороны, способствуют более эффективному распределению ресурсов за счет высвобождения недоиспользованных активов, снижения транзакционных издержек, что аккумулирует дополнительные возможности для социально-экономического развития на различных уровнях экономической системы. Однако, с другой стороны, платформатизация экономического развития сопряжена с перманентно возникающими вызовами в области экономического и технологического суверенитета государства, кибербезопасности, защиты культурно-исторических ценностей, что требует задействования института государственного регулирования экономики совместного потребления. В диссертационной работе авторам разработаны теоретические подходы к платформенному развитию регулирования экономики совместного потребления, что крайне актуально для социально ориентированного и устойчивого экономического развития страны. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций с формулированными диссертационными исследованиями и их достоверенности. Представленная диссертационная работа обладает высокой степенью обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций с формулированной диссертацией. Выложенные методологические подходы, разработанные предложения и рекомендации, опираются на труды российских и зарубежных ученых, изучающих особенности развития экономики и совместного потребления на основе платформизации экономических отношений. Все положения диссертационного исследования с формулированной выводой и рекомендацией базируются на корректно используемых общенаучных методах исследования, анализ, синтез, индукция, дедукция обобщения обстрадирования, а также специальных методов сравнения, познания в части логических построений, проверка гипотез эмпирических данных, метод институционального анализа, причинно-следственные нормативные историкологические методы. Используемый в диссертации значительный теоретический и статистический материал является дополнительным подтверждением достоверности полученных результатов, выводов и предложений в результате проведения диссертационного исследования. Достоверность обоснованность основных положений, выводов и рекомендаций. Достоверность, содержащаяся в диссертационной работе результатов, подтверждается корректным применением общенаучных и специальных методов исследования, используемых в экономической науке, репрезентативностью данных и их неправительной По теме диссертации публиковано 17 работ, из них 4 научные публикации в рецензируемых научных журналах, рекомендованных в ВАГ-РФ, и 13 публикаций в других научных изданиях. Диссертационная работа состоит из введения трех глав заключения списка литературы и предложений. Основное содержание диссертации содержит 17 таблиц, 23 рисунка. Список литературы насчитывает 315 наименовательства. Достоверность научных положений подтверждена систематизацией и анализом отечественного зарубежного опыта, развития экономики и совместного потребления. Апробация результатов исследований в научных публикациях, подиум выполнения МИР, Крымского федерального университета имени Вернавского, наличие диссертаций, табличные графические информации, иллюстрирующие результаты проведенных автором исследований. Мощная новизна и практическая значимость исследований. 1. Разработан теоретический подход к платформенному развитию экономики и совместного потребления, заключающемуся в развитии платформенных взаимодействий в системе экономических отношений, 2. Обеспечение социально ориентированного устойчивого развития экономики на платформно-технологической основе в условиях цифровой информации рынков товаров и услуг. Странница 16.33. 2. Определена взаимообусловленность экономических отношений в сфере совместного потребления и цифровизации через призму интегративности и противоречивости, что позволило выделить как позитивные эффекты воздействия экономики и совместного потребления на устойчивое экономическое развитие страны, так и эффекты, сдерживающие экономическое развитие в целом. Странница 36.39. 2. Обоснованная системная роль института в платформенном развитии и регулировании экономики и совместного потребления, как самокупственности норм и правил, социальных взаимодействий, механизмах регулирования через призму, выделение сущностного содержания функций регулирования и содержания свойств институтов. Странница 45.44. Выдвинуто положение о том, что институциональное регулирование платформ должно опираться на целостную совокупность формальных и неформальных институтов, действия которых опосредуется социально ответственным взаимодействием экономических агентов-участников платформенных сетей страницы 54. 3. Выведена тенденция развития экономики совместного потребления в России под влиянием развития цифровых технологий, отражающих масштабирование, транспортивное взаимодействие, многокользовательское режиме и специализацию платформенных взаимодействий, что позволило обосновать закономерность и влияние цифровой экономики на процессе совместного потребления по секторам экономики. 4. Определение преимущества платформизации экономических отношений, которые формируют эффектноштабно арендирования в данных, использовать специализацию и разделение труда, повышая отдачу и ценность применения ресурсов. 4. Определение направления государственного регулирования платформ для развития экономики совместного потребления, включающая нормативно регулирование деятельности в платформе с ампатизацией, регулирование налогообложения и функционирования платформ, контроль, качество товаров и услуг, обеспечение безопасности платформы. Страница 121-25. Доказано, что регулирование платформы вложного сообщества связано сбалансировано, не ограничивая потенциал развития конкуренции между экономическими элементами в слабо прогнозируемой внешней среде. Страница 125-26. Пятое. Разработан концептуальный подход к обеспечению действенности института доверия платформами развития экономики совместного потребления, опирающейся на совокупность системообразующих компонентов генерируемой укрепления доверия в экономике совместного потребления, безопасности данных платформ, систем, удобство платформенного взаимодействия, формирование ценно-домарных услуг, культурно-материальные стереотипы пользователей платформ, процессы социальных взаимодействий. Страница 132-133. Сформулированные положения обеспечения действенности Института доверия позволили обогрить категориальный и концептуальный аппарат экономической науки в части привнесения авторов сп染czき вклада обеспечении стимулирования социально-ответственного взаимодействия экономических элементов в цит jamais экономии. Страница 133-140. Теоретическая и практическая оценная диссертация. Теоретическая значимость на результатах исследований заключается в развитии положений теории систем, теории информационного общества, теории экосистем, концепции цифровые платформы институциональной теории, и их дальнейшем использовании в концептуальном обосновании платформенного развития экономики совместного потребления. Усовершенствовать теоретический базис для исследования воздействия платформенного развития экономики совместного потребления на социально ориентированное устойчивое развитие экономики. Практическая значимость результатов исследований заключается в том, что сформулированные диссертации в теоретические положения и выводы могут быть использованы в процессе регулирования экономики совместного потребления в направлении повышения эффективности платформенных взаимодействий экономических агентов на разных уровнях экономической системы. Выводы автора относительно неподвижности, балансированного регулирования, платформы безограничивающего действия на развитие конфликции между экономическими агентами, слава прогнозируя в медицинской среде, могут применяться при определении направлений экономической политики государства с учетом доминирования социально-значенных правительств для России. Общие замечания в диссертационной работе. Вложительная оценка научных результатов автора диссертации не исключает необходимость уделения внимания некоторым замечаниям по работе. Первое. Автор в диссертационной работе проводит достаточно серьезный анализ, длина из-за концепции интеллектуализации экономических отношений в развитии экономики совместного потребления. В то же время целесообразно было бы обосновать приведение именно данных концепции на сферы информационного сообщества, экосистем, платформенности в развитии политических представлений о платформе на развитии экономики совместного потребления. Второе. При рассмотрении научных подходов к сущностному содержанию экономики совместного потребления автор выделяет пользовательские платформы и экономические подходы. Однако с нашей точки зрения целесообразно было бы длить внимание и анализы научной публикации относительно применимой власти институционального подхода к рассмотрению проблематики экономики совместного потребления. Тем более, что автор неоднократно акцентирует внимание на трансформации базовых экономических и социальных институтов под влиянием цифровизации. Третье. В диссертационной работе автор обосновывая взаимопословленности экономических отношений в сфере совместного потребления и цифровизации подчеркивает необратимость платформенного развития экономики совместного потребления через призыв обеспечения интегративности совместного потребления в сущем развитии экономики на основе институционального регулирования. В то же время в работе среди свойств институтов свойств интегративности не нашло достаточного разумного отражения. Указанное выше замечание не является принципиальной и не умаляет вдачности глубины и проведенных исследований. В заключении о соответствии 10 класса и требовании установленного положения в порядке призреждения технических степеней. Диссертационная работа Нагорного Стаса Викторовича на тему «Платформенная развитие экономики совместного потребления и теоретические подходы регулирования» является завершенной научной квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи разработать теоретические подходы к платформенному развитию и регулированию экономики совместного потребления. Тема «Содержание. Область. Результат диссертационного исследования. Соответствует паспорту специальности 2. РФ 5.2.1. Экономическая теория. Пункт 2. Категориальный и концептуальный аппарат экономической науки. Пункт 13. Институциональное исследование экономической науки». Диссертация имеет четкую логичную структуру и опирается на современные методы исследования. Текст автографии Пирада дает полное представление о содержании основных положений диссертации. Диссертация характеризуется глубиной теоретического анализа, четкой формулировкой выводов, что подтверждает высокий научный характер проведенного исследования. Диссертационное исследование соответствует требованиям к кандидатским диссертациям, предъявляемым пунктом 9 положения присуждения ученой степени, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации, 24 сентября 2013 года, номер 842, редакция 26 номер 1, 2023 года. А Нагорный Царствий Викторович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических нов по специальности 5.2.1 экономической теории. Спасибо, Дмитрий Викторович. Слово предоставляется соискателю для ответов на замечания, высказанных в возле официального оппонента. Позвольте поблагодарить уважаемого оппонента доктора экономических наук профессора Харламова Андрея Викторовича, профессора кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета за предоставленный отзыв на диссертацию. В ответ на первое замечание доктора экономических наук профессора Харламова Андрея Викторовича отметим следующее. Стремительному развитию экономики совместного потребления способствовало ряд факторов. Снижение уровня доходов населения после экономического кризиса 2008 года, стремительное развитие и распространение широкополосного интернета, нового этапа развития технологий передачи информации, зарождение поколения разумно-переждивых потребителей, стремящихся снизить свой углеродный след на окружающий мир. По нашему убеждению, экономика совместного потребления, как сегмент цифровой экономики, основываясь на широкомасштабном использовании цифровых технологий, берет свое начало с формирования и развития учения в информационном обществе. Информационное общество и общество становления экономики знаний неотъемлемым образом связано с идеями концепции наосферы, как концепции формирования общепланетарной сферы разума. Ряд положений концепции наосферы Владимира Ивановича Вернадского имеют большое значение для становления современных концепций информационного общества. Разум есть приходящее проявление высших форм жизненных хромосатом в биосфере, превращающей ее в ноосферу. Он не есть и не может быть конечной максимальной формой проявления жизни. Им не может явиться человеческий мозг. Особенностью информационного общества стала изменившаяся роль информации как в сфере материальной деятельности, так и в сфере человеческих отношений и духовной жизни. Для цифрового общества ключевой характеристикой является не сама информация, а электронность и срабольное ее хранение и распространение, электронное цифровое последничество любых социальных отношений. В ответ на второе замечание доктора экономических наук профессора Карламова Андрея Викторовича отметим следующее. По нашему мнению, институциональный подход интегрирован с пользовательскими платформами и экономическими подходами. Данное мнение подтверждается тем, что современную информационную среду можно назвать не просто асимметричной, а искаженной и интерпретируемой каждым носителем отдельным образом. Благодаря работе умных логаритмов в нейросети каждые пользователи интернета и любых мессенджеров и новостных каналов формируют вокруг себя своего рода информационный вакуум, поскольку технологии позволяют показывать человеку только те новости, что соответствуют его интересам, забросам экономическим и политическим воззрениям. Есть некоторые сомнения, что это можно относить к информационной асимметрии. Ведь нейросети не ограничивают предоставление информации к проблемам, но предоставляют ее в том виде, который будет приближен к картине мира определенного пользования. Современное цифровое информационное пространство способствует эволюционному развитию среды в противовес революционным изменениям в какой-либо точке дефлюкации систем. Сложные системы, имеющие широкую сеть матричных связей, сложно поддаются единовременным изменениям. Поэтому теория эволюционных изменений в экономике, разработанная неоинституционалистами, Нексоном и Линтером, остается актуальной по настоящему моменту. Старые институты эволюционируют в свою новую форму, запуская тем самым процесс трансформации и развития всей системы. В свою очередь цифровизация способствует более эффективной и плавной трансформации институтов, поскольку предлагают инструменты, позволяющие эту самую перестройку проводить. Данная зависимость институтов от их предшествующей траектории развития показывает эволюционный характер революции институтов. В ответ на третье замечание доктора экономических наук профессора Харламова Андрея Викторовича отметил следующее. В нашей работе под цифровой платформой положено понимать группу технологий, которые используются в качестве основы, обеспечивающие созданные, конкретизированные и специализированные системы цифрового взаимодействия. Платформы имеют уникальные характеристики, обеспечивающие формирование сетевых эффектов. Цифровые платформы относятся к информационным системам. В то же время информационная система является цифровой платформой, когда она обладает следующими свойствами – масштабируемость, тиражируемость, расширяемость, развитие замкнутых, ценность, безопасность, возможность связи платформ между собой. Таким образом, все свойства цифровой платформы в основе интегративны, поскольку они обеспечивают связь с объектом внутри платформы и взаимодействия платформ между собой. Следовательно, если информационная система не обладает выказанными выше свойствами, то она не является платформой. В дальнейших наших работах мы постараемся уделить больше внимания свойствам интегративности. Со всеми остальными замечаниями мы согласны и обязательно это учтем в дальнейшей нашей научно-исследовательской работе. Спасибо. Слово для обращения отзыва предоставляется официальному абоненту Сафиулину Ленару Наилевичу, доктору экономических наук, профессору, заместителю директора по научной деятельности Института управления экономикой и финансов Казанского Приморского федерального университета. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, очень приятно познакомиться с вашим научным сообществом, хотя мы взаимосманы уже долгие годы взаимодействуем. Тем не менее, огромное спасибо за возможность выступить в качестве официального абонента в вашем диссертационном совете. Отзыв поступил и был передан в диссертационный совет вовремя, вывешен на сайте Крымского федерального университета. Но вот по ряду ключевых позиций отзыва, считаю, целесообразно пройтись, так же, как и являясь тоже председателем диссертационного совета, принимая все эти формальные моменты, очень важны. Да, вот я хотел еще отметить, у нас буквально в прошлом году также две работы по совместному потреблению защищались, и работы вызвали очень такой дискуссионный характер, потому что 5.2.1, ну на тот период времени 0.8.00.01 экономическая теория, и тоже было большое количество вопросов соискательных. Но, тем не менее, все единогласно отметили, что да, оказывается, в чем процесс, в чем суть этого научного направления. С одной стороны, совместное потребление, получается, что прикладной аспект совместного потребления ушел вперед, нежели подкрепление научно-методологических аспектов. С другой стороны, можно сказать, что обратная сторона натурального хозяйства уже в определенной степени заложила основы совместного потребления. Но, опять-таки, и вот эта дискуссионность, она вот все время возникает в рамках этого совместного потребления, и вот, в частности, вот Стас Викторовича смотрел вопросы платформенного решения. Он уже пошел дальше тех работ, которые вот мы рассматривали у нас в диссертационном совете. Таким образом, актуальность исследования не вызывает, во-первых, сомнения, и, во-вторых, научная обоснованность диссертации определяется логически выберенной структурой, строгой последовательности изложения материала, и, соответственно, это позволило автору изложить аргументированно все выводы и те положения, которые он, более того, хотел бы отметить, отразил в 17 научных публикациях, две из которых в международных базах цитирования. В настоящее время это достаточно такой серьезный шаг для соискателей ученой степени кандидата экономических наук. Достоверность основных научных положений и выводов, представленных в диссертации, подтверждается характером использованных источников всесторонним рассмотрением научных трудов и разработок отечественных и зарубежных авторов, посвященных проблемам развития экономики совместного потребления. Следует отметить обширный, качественный и подробный материал и сформулированные аналитические выводы Стасом Викторовичем. Действительно нужно отметить, что научные значимости следы заключаются в разработке теоретических подходов к платформенному развитию и регулированию экономики совместного потребления, которые формируют концептуальное представление о развитии платформенных взаимодействий в системе экономических отношений в обеспечении социально-ориентированного устойчивого развития экономики. К наиболее важным результатам действительно справедливо следует отнести разработанный теоретический подход к платформенному развитию, обоснованную системную роль институтов в платформенном развитии и регулированию экономики совокупного потребления. Обязательно отметим, что выявленные тенденции развития экономики совместного потребления в России действительно имеют место быть и определенные направления государственного регулирования платформенного развития экономики совместного потребления, включающие и нормативное регулирование, стандартизацию регулированного налогообложения и многие другие сферы прикладных видов экономической деятельности. Но, как уж было сказано, дискуссионность действительно имеется, безусловно, и относится к этой виданной работе. Во-первых, хотел бы сказать, что авторам представлено содержание теоретического подхода к платформному развитию, уделяет особое внимание противоречимости совместному потреблению и устойчивости развития экономики, но, тем не менее, описывая дискуссиональные ловушки, возникающие в процессе воздействия экономики совместного потребления, хотелось бы, чтобы было отражено направление нивелирования действия указанных эффектов. Это первое. Второе. Сыскать достаточно глубокое исследование взаимосвязи ценностей интересов акторов платформенного взаимодействия, что позволило ему в диссертации обосновать важнейшие функции государства как нормативно-правового регулятора. Однако при определении направления государственного регулирования, платформенного в развитии экономики совместного потребления, требующих институционального регулирования, не выделено направление социально-ориентированного регулирования. Причем соискатель неоднократно в работе говорит о социальной ориентированности этого процесса. И третье замечание, такой дискуссионный характер, который имеет тоже автор, опять-таки, достаточно глубоко описывает системообразующие компоненты генерирования и укрепления доверия в экономике совместного потребления на основе стимулирования социальной ответственности. Но в то же время желательно, чтобы в работе нашло отражение развития авторской идеи относительно того, отличается ли базовая структура концепции платформенного доверия от концепций иных типов доверий в экономике. В частности, с экономическими сервисами можно было бы связать и так далее. Но, тем не менее, указанные недостатки и замечания носят, опять-таки, как я сказал, уже дискуссионный характер. И в заключение хотелось бы отметить, что диссертационная работа Нагорного Стаса Викторовича на тему платформы развития экономики совместного потребления, теоретические подходы и регулирования является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи по разработке теоретических подходов к платформенному развитию и регулированию экономики совместного потребления, тема содержания области результатов диссертационного исследования, соответствует паспорту специальности ВАК РФ 5.2.1 «Экономическая теория». Пунктом 2. Категориальный концептуальный аппарат экономической науки. Пункт 3. Конституциональные исследования экономической науки. Текст авторитет дает полное представление о содержании основных положений диссертации. Диссертация характеризуется глубиной теоретического анализа, четкой формулировкой выводов, что подтверждает высокий научный характер проведенного исследования. Диссертационные исследования соответствуют также требованиям к кандидатским диссертациям предъявляемым пунктом 9 положения о присуждении ученых в степени утвержденного в постановлении правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года номером 842. Анна Горнин, Стас Викторович, заслуживает присуждение ученых в степени кандидата экономической науки специальности 5.2.1 «Экономическая теория». Спасибо за внимание. Спасибо, Леонид Анатольевич. Слово предоставляется соискателю для ответов на замечания, высказанных в отзыве официального проекта. Пожалуйста. Спасибо. Позвольте поблагодарить уважаемого доктора экономических наук, профессора Софиолина Леонид Анатольевича, завестителя директора по научной деятельности Института управления экономикой и финансов Шамера АУ в БО «Казанский Приложки Федеральный университет» за предоставленный отзыв на диссертацию. В ответ на первое замечание доктора экономических наук профессора Софиолина Леонид Анатольевича отметим следующее. Выделены нами системообразующие компоненты генерирования доверия в экономике совместного потребления, такие как безопасность данных платформ-систем, удобство платформенного взаимодействия, формирование цен на товары и услуги, культурно-ментарные стереотики пользователей профорума в процессе социальных взаимодействий при некорректном и неэффективном использовании в регулировании отравления могут выступать и в качестве институциональных ловушек. По нашему мнению, регулирование должно осуществляться сбалансированно, учитывая мнение всех участников платформенных взаимодействий. В качестве инструментов, способных компенсировать негативные эффекты, могут выступать ужесточение контроля за соблюдением действующих правил всеми рыночными акторами, прежде всего, повышение материальной ответственности за нарушение законодательства о защите конкуренции. Конструирование конкурентных правил, формальных законов, обеспечение равной обязанности за их исполнением всеми акторами рынка и их стабильности, формирование позитивного общественного мнения о формальных законах и выгоде от координации соответственно с их лекторами. В ответ на второе замечание доктора экономических наук профессора Софиулина Ленажа Ильевича отметил следующее. Проблемы недосоциализированности развития экономики совместного потребления не теряют свои актуальность. По нашему мнению, это связано с тем, что регулирующие институты часто отстают за развитием технологических и налажных. Развитие экономики совместного потребления имеет ряд противоречий, а именно рост социальной инфляризации и средств ограниченного роста по кругу глобализации, рост правовой национальности среди групп населения страны, активизация внедрения крупнейшими мировыми корпорациями глобальными платформами механизмов принудительного подтверждения, что приводит к навязыванию чуждых для определённых сообществ ряда стран в единомым ценностям. Доминирование ценностей и средств от потребления в обществе посредством глобализации и доступа ограничения и соци Woche самоглаждения. Игнорирование указанных тенденций способны спровоцировать кризисные движения в развитии цифровой экономики России. В ответ на третье отмечание доктора экономических наук профессора Софиуллина Ленарина Ильича отметил следующее. Доверие является одним из важнейших факторов, определяющих характер не только межличностного общения, межгруппового и организационного взаимодействия, но и в целом экономических отношений. Доверие непосредственно встроено в механизм, обеспечивающий интеграцию и стабильность общества. По нашему мнению, платформенное доверие – это новый, естественный этап эволюции доверия в обществе. Оно находится в центре современной экономики совместного потребления, когда стремление к исключению блага с помощью прав частной собственности уступает желанию пользоваться благом совместно, например, в виде кражесрочной арены. Другими словами, цифровое доверие определяется как примеренность пользователей и способности людей, технологий и процессов создать безопасный, безопасный цифровой мир, при этом уменьшая силу трения в этой системе. Со всеми остальными замечаниями мы согласны и обязательно их учтем в наше дальнейшее научно-исследовательское деятельность. Спасибо. Спасибо. Выступление официальных оппонентов окончено. Переходим к открытой дискуссии. Есть ли желающие выступить? Пожалуйста, Светлана Петровна Киричук, профессор. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Уважаемые коллеги, я с данной работой знакома давно, поскольку наша кафедра совместно с кафедрой экономической теории организовывала, проводила научно-методологический семинар по рассмотрению данной работы, где Стас Викторович очень подробно, обстоятельно, со свойственным ему таким медленным, научным, углубленным профилем доклада, подробно докладывал свои изыскания. Хочу сказать, что сразу же о нем сложилось положительное мнение, как об исследователе, поскольку в этой работе классически присутствует все, что должно быть в работе кандидата экономических наук. Это и научная новизна, это и теоретическая и практическая значимость, это совершенно определенные четкие рекомендации, выводы, и сама работа по структуре, по объему, она абсолютно логична, выполнена самостоятельно Стасом Викторовичем, поскольку он еще на семинаре ответил на все вопросы, которые поступили при обсуждении работы, и мнение было полностью и целиком положительное, ни одного противоречивого мнения не было. Мне бы хотелось отметить, что несмотря на дискуссионные моменты, которые не могут не быть в работе с такой тематикой, действительно, и члены Совета отмечали, и отметили уважаемые оппоненты, также свои необходимые замечания, мне бы хотелось все-таки подчеркнуть положительную, практическую значимость этой работы, что самое сегодня ценное, связь науки с производством, с государственной службой, в данном случае экономическая теория, с государственной политикой. Ведь если посмотреть на результативность выводов работы Стаса Викторовича, то это, по сути дела, рекомендации для государственной политики в плане новой политической экономии, в плане неоклассической экономической теории, в плане развития как раз платформенной экономики, которая направлена у него в работе на повышение значимости социальных ориентиров экономики России, без ограничений какой-либо конкуренции экономических агентов, акторов данного институционального процесса. Это, конечно, замечательно, и также он рассмотрел это под углом зрения нестабильной внешней среды и различных возможных внешних угроз. Защищаться всегда сложно по экономической теории, потому что это царица наук, мы к различным наукам принадлежим и изыскания свои также пишем в различных направлениях экономических наук, но тем не менее всегда опираемся на постулаты экономической теории. Поэтому то, что сегодня молодые люди берутся за такие темы и пишут работы именно в науке экономической теории, это заслуживает всяческого поощрения. Поэтому, завершая свое выступление, я считаю, что работа положительная, диссертант как исследователь отвечает также всем тем позитивным характеристикам, которые ему присущи, он и работает на государственной службе и завершил прекрасно, успешно работу, учебу свою в аспирантуре, поэтому поддерживая эту работу данного аспиранта, считаю, что он достоин присуждения ему в учебной степени кандидата экономических наук по специальности экономическая теория 5.2.1. Спасибо. Спасибо, Светлана Трофовна. Есть еще желающие выступить в дискуссии? Да. Пожалуйста, Иван Алексеевич. Ну, диссертация действительно очень интересная, потому что вот вкульное развитие это самое болезненное и вообще самое отсталое стерленность экономики, потому что если взять даже такие страны, как Северная Корея, не говоря уж о Китае, там свой интернет и сквозь Zoom, а мы до сих пор пытаемся вот обучение онлайн проводить по чужим платформам, Microsoft, американская, зум, немецкая. Единственная библиотечная наша система, я говорю, она, конечно, отстает от векового СССР. И если дальше говорить, допустим, ну, допустим, вот я о Санкт-Петербурге могу сказать, что мы имеем 17 платформ в городе, там, здравоохранение, правоохранительные органы, контроль, ЖКХ, жирюне, грифимус, производство, бизнес и так далее. Ставится задача хотя бы сделать три каких-то платформы, но это не получается, потому что идет все, пока адаптируется под платформой госусловий. И, ну, когда вот диссертант говорит о том, что главная задача укрепления доверия в развитии платформы экономики, если так можно сказать, то, конечно, это и в первую очередь вопрос безопасности. Это правильно включает он в своей диссертации, потому что периодически попадают данные людей, их, собственно, ну, как секретные данные, паспортные данные в руки мошенников. Вдруг человек с удивлением узнает, что и у коллектора прошли, якобы он кредит порал. В общем, проблем тут много. И абсолютно правильно выбрана тематика диссертации. Вот. Ну, единственное можно отметить Яндекс у нас, но она не совсем российская, и даже ее хотят вообще иностранным агентам признать сейчас. Вот. Ну, в общем, как раз вот флаг в руки молодежи. Да. Единственная наша додежа и опора. Я думаю, я вечно буду голосовать за предсуждение ученой степени кандидата экономических норм в Новгороду Мостовск-Петербурге. Спасибо, Иван Петрович. Есть еще желающие выступить? Пожалуйста, Светлана Юрьевна. Спасибо, Наталья Юрьевна. Я присоединяюсь к уважаемым коллегам, которые отметили актуальность темы исследований. Действительно, при ее важности она относительно неразработана. Если мы будем заниматься поиском таких аналогичных тем по диссертации, то могу сказать, что Стас Викторович находится в числе первых, кто поднимает вопросы платформенного обеспечения и, в частности, экономики соответственного потребления. Действительно, сама практика немного опережает ту теорию, ту методологию, которая наработана, а уж тем более вопросы регулирования, которые вы также поднимаете в эти темы. Хочу отметить очень, можно сказать, даже образцовый вид автореферата, хорошо структурированное, изображенное, читаемые схемы и понятные. Особо хочу отметить это количество публикаций авторов. Все такие многочисленные, более того, разнообразные и публикации научных статьях, и в изданиях, которые имеют входы в международные биометрические базы, также монографии и публикации других изданий по численности 17 из-за коротких слов обучения в аспирантуре, в патерочной аспирантуре, характеризуют вас как уступленного, целенаправленного и, более того, с правильным подходом организационным в предоставлении своих научных результатов. Еще хочу отметить, что мне инфонирует в этой работе, как я уже сказала, регулирование, вашу попытку описать или предложить регулирование, в том числе, на стимулирующую основу. То есть сфера соответственного потребления очень многочисленное, да, по участникам количества, и вот именно через системообразующие компоненты в укреплении доверия для такой экономики соответственных потреблений. Для меня это характеризует ваш, опять же, серьезный подход к не просто поднятию проблематики, а именно с позиции еще представительных студентов. Ну и в качестве замечаний, то, что любую работу следует рассматривать и как задачи для дальнейшего укрепления или расширения, на мой взгляд, не знаю, есть ли в диссертации или нет, а в реферации отмеченная обусловленность или характерность для цифровых платформ и экономики совместного потребления наличия или возможности институциональных ловушек, хотелось бы, чтобы вы раскрыли более, скажем, очевидные проявления или те ожидаемые ловушки, которые будут оказаться при расширении тех сферок, которые вы говорили с областного потребления. Если есть диссертация, то тогда вопрос не стоит, и если это нет, то тогда пожелаем вам к дальнейшему развитию ваших научных изысканий. И все, спасибо. Спасибо, Светлана Юрьевна. Есть еще желающие выступить? Да, пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые коллеги, относительно диссертационной работы Нагорного Старца Викторовича. Тоже хочу присоединиться по мнению коллегой, обратить внимание на такие аспекты, что данная диссертационная работа действительно актуальна, своевременна, и даже подкормленные приоритеты развития экономики России заложены национальной программой цифровой экономики Российской Федерации. То есть это, конечно, подтверждает актуальность и своевременность данной работы. Обратила на себя внимание проработка теоретических вопросов широкого круга исследователей, которые тоже в той или той степени занимаются данными вопросами. Это и зарубежные ученые, и отечественные ученые. И тем не менее, сегодня Стас Викторович нам доказал, что он тоже внес свой вклад в развитие теории и практики платформенных решений, платформенного развития экономики и совместного потребления. Также обратила на себя внимание то количество публикаций, которые имеет сегодня автор. четко поставленная цель, задачи, предметы, объекты исследования. Ну и, конечно же, в соответствии с диссертацией паспорту специальности 5.2.1. И тоже, конечно, есть желание поддержать данную работу и пожелать Стасу Викторовичу дальнейших успехов в развитии данного направления. Я думаю, что поскольку вы стоите вот таких истоков становления, да, именно платформенной экономики, цифровой экономики, то есть у вас, и вы достаточно молоды, большое будущее, не оставляйте эти исследования, продолжайте и выходите на другой качественном направлении, ну, по получению уже диплома. Спасибо. Спасибо, Елена Ринатовна. Да, пожалуйста. Уважаемый член диссертационного совета. Несколько слов, по-моему, на данной работе, и соединяясь к тому, что сказано, хочу сказать, что работа, во-первых, актуальна на актуальную тему, во-вторых, вот когда открываешь этот реферат и читаешь цели задачи, то действительно чувствуется такая амбициозность и грандиозность поставленных задач. И тем не менее, когда смотришь в конце заключения, ты увидишь полностью развернутые, действительно, ответы, выводы, да, на поставленные задачи, они полностью соответствуют, они полностью показывают, что задачи поставленные будут выполнены, расписана методика, научная новизна прекрасно, так сказать, очерчена. И что хотелось бы сказать, ну, в качестве замечания, можно сказать так, что, или пожелания, так сказать, что можно было бы представить, часть вопросов, которые освещал диссертант в виде каких-то графических моментов, в виде схем, таблиц, вот, в реферате, ну, видимо, показать можно другим способом. Но это пожелание, очевидно, на будущее. Тем не менее, я хочу сказать, что соискатель, вернее, работа полностью соответствует требованиям в спасной структуре и по своему содержанию, а соискатель, наборный старец Викторович, и служит представлением ученого степени кандидата экономических наук. Спасибо. Спасибо. Есть еще желающие? Я вам, да. Пожалуйста. С удовольствием добавлю, что... Пожалуйста, это цитаты посмотрим. Спасибо. Что вызывает интерес не только темы диссертации, ее актуальность, своевременность. Конечно, некоторые вопросы дискуссионные. носят дискуссионный характер, потому что они интересны и своевременны. И, конечно же, Стас Викторович очень хорошо отвечал на поставленные вопросы. Безусловно, это говорит о том, что он очень осведомлен всеми своего исследования, и это заслуживает уважения. И хотел бы отметить, что в классной реферации хорошо представлена исследовательская часть. То есть она довольно разносторонняя, исследована различные школы, подходы, то есть теоретическая обоснованность также вызывает уважения. И, безусловно, я тоже поддерживаю данную работу и буду уставать сам. Спасибо. Ну, я тоже хочу пару слов сказать, поскольку я очень подробно ознакомилась с этой работой, еще на этапе, когда мы работали в экспертной группе. И, безусловно, очень много положительных моментов, которые сегодня были отмечены, и меня приятно порадовало количество источников в списке литературы. Это 307 источников диссертации и на разных языках. Но не буду, так сказать, больше палить. Безусловно, много хорошего. Нам учатся несколько замечаний в плане дискуссии высказать. Ну, во-первых, примеры экономики совместного пользования, платформенные, приведенные, включительные сервисы. А в программе цифровой экономики Российской Федерации ставится задача, прежде всего, это сделать платформы для народного хозяйства. И они есть уже, есть отраслевые платформы, есть для территориального управления, тот же даже сайт госуслуги, хотя как сервис относится, вот это мне хотелось бы немножко больше уметь и услышать. Нет упоминания о центрах обработки данных, которые являются базой для обработки больших данных, и, собственно, базой вообще для реализации цифровых платформ, потому что платформа предполагает сбор большого количества данных и их обработка, и принять управленческие решения на этой основе. Также не упоминаются центры коллективного пользования, которые не только облачные, допустим, технологии на них возложены, но и какие-то дефицитные и дорогостоящие оборудования. Вот даже в нашем университете есть такой центр коллективного пользования, который предлагает очень дорогостоящие оборудования у физиков использовать для народного хозяйства, промышленности и так далее. Ну вот, с точки зрения институционализма, безусловно, очень много интересного, свойства институтов, но как бы за свойствами не видно самих институтов во многих случаях, нет людей, понимаете. Вот хотя я читала внимательно, там упоминается работа Дементьева Вячеслава Валентиновича, который как раз обращает внимание, что институты это люди и, так сказать, они уже формируют все остальное, поэтому здесь вот это немножко мне не хватило. Поэтому институциональное регулирование тоже больше, с моей точки зрения, сводится к правовому регулированию, а не к более углубленному, так сказать, социальному регулированию. Ну и, наконец, информационное общество рассматривается как общество потребления. Я тут тоже немножко не согласна, потому что все-таки общество потребления в традиционном понимании это товарное потребление, а информационное общество и в декларации информационного общества прежде всего говорится о том, что должно быть цифровое равенство, потребление знания, формирование знаний, их доступности. То есть речь идет в информационном обществе о потреблении информации и знаний. Но это, я считаю, не то чтобы замечание, это скорее пожелания тех направлений исследования, которые, безусловно, очень дальше украсит в целом нашу всю науку и экономическую тюрию в том числе. Я полностью поддерживаю всех предыдущих выступающих, присоединяюсь к тому, что, безусловно, работа является завершенной, подтверждает квалификацию кандидата экономических наук по специальности 5.2.1 экономическая теория и на портный Стас Викторович заслуживает присутствие и ему звание кандидата экономических наук. Вернее, в ученой степени. Спасибо. Значит, теперь мы, если, есть еще, да, есть еще желающие выступить, уже все, да? Спасибо всем. Значит, заключительное слово предоставляется заискателям. Вот, и дадите кладу. Да. Позвольте выразить слова благодарности моему научному руководителю, доктору экономических наук, профессору Симченко Митаде Александровне, за помощь в выборе темы диссертационного исследования, консультационную поддержку, конструктивное руководство. Выбоку благодарность председателю диссертационного совета, ученому-секретарю диссертационного совета за помощь и содействие организационного методического характера, подготовки и защиты работы. Выражаю глубокую благодарность оппонентам, доктору экономических наук, профессору Харламову Андрею Викторовичу и доктору экономических наук, профессору Софиулину Ленару Наилевичу, подготовившись в ценные и содержательные замечания о диссертационной работе и особо за то, что смогли приехать. Благодарю ведущую организацию Новосибирский государственный университет экономики управления МИН в лице ректора, кандидата экономических наук, доцента Новгородова Павла Анатольевича за поддержку и утверждение отзыва ведущей организации. Выражаю благодарность членам диссертационного совета, выступивших в качестве экспертов по диссертационному исследованию, вычитавших и оценивших работу, сделавших содержательные замечания. Благодарю за внимание. Для проведения процедуры тайного голосования необходимо избрать комиссию. Предлагается следующий состав. Кирилл Чук Светлана Петровна, Владих Иван Алексеевич и Макариня Татьяна Анатольевна. Кто за данный состав, прошу голосовать. Спасибо. Комиссия избрана, объявляется перерыв для проведения процедуры тайного голосования. Дорогие, когда вы получите на руки бюллетни, необходимо вычеркнуть ненужное. Мы вычеркиваем ненужное, оставляем нужное. Не ошибайтесь. У вас как-то последнее время будет. Я передаю главе комиссии подпись. Уважаемые члены комиссии, подойдите, пожалуйста. Кирилл Чук Светлана Петровна. Кирилл Чук Светлана Петровна. Диана Дмитриевна, пожалуйста, подойдите. Диана Дмитриевна, пожалуйста. Диана Дмитриевна, пожалуйста. Продолжение перерыв, пожалуйста. Диана Дмитриевна, пожалуйста. Диана Дмитриевна, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...